Одним из первых мест его работы было кафе «Детское», где приходилось в мясном отделе кулинарии обываливать по тысяче котлет в день. Сейчас он главный повар страны, гроза владельцев ресторанного бизнеса и популярнейший телеведущий. У него масса профессиональных наград. Пальмовые ветви за ресторанные концепции, шеф года и премия ТЭФИ. В номинации «Лучшая развлекательная программа». Его называют «злобным поваром» за буйный характер и острый язык. Кулинарные шоу на ножах и адская кухня пользуются бешеным успехом, а он сам сравнивает поварское дело с работой сапёра. Ошибёшься один-единственный раз, и репутации конец. Сегодня мой герой – главный повар страны Константин Ивлев. Здравствуйте, Константин. Это бурные аплодисменты мои, адресованные вам. А телезрителям я хочу сказать, что у нас сегодня на самом деле программа абсолютно знаковая. Не было у нас никогда такой программы, когда в гостях был бы человек, который кормит людей. Константин Ивлев – человек, который кормит людей. И с моей точки зрения, хотя мы знакомы только заочно, по каким-то там его телевизионным интервью, по передачам, по высказываниям, который любит людей. Вот у меня такое впечатление, что вот это так и есть на самом деле. Да, конечно, я люблю людей. Люди – это мощнейший толчок дают мне. И всё, что я делаю, я делаю для людей. Я даже больше скажу, правильные, хорошие повара, они всё делают ради людей и для людей. Потому что мы-то можем и на сосисках, и на пельменях жить, на жареном картофане и гречке. Но всё, что мы делаем, придумаем, новые вкусы, новые направления кухни – конечно же, это всё для вас. Кость, вот смотрите, я человек, который безудержно любит готовить и есть. По-моему, по мне это видно, да? Ну, не обязательно. Не, вы шикарны. Спасибо. Но я обожаю есть и готовить. Поэтому я всё время где-то там копаюсь, где вы мне объясняете, как готовить и есть. Последнее объяснение было вот перед отъездом на эту программу. Мы с вами, я с вами, варила грибную похлёбку. Не суп! А похлёбку? А похлёбку из белых грибов, которая вот такая плотная, где картошка. А мою, что ли? Ну, вашу, конечно. А, круто, да. Я сначала не понял, да, социальные сети, и у меня есть свой YouTube, да. Да, 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 да. И там я всегда готовлю на людей. Я там всё время с вами что-то делаю. То варю, то жарю. Класс. Кстати сказать, оттуда я узнала. Мне никогда это не приходило в голову. И на самом деле это был предметом моих неких мучений. Я думаю, Ивля всё время говорит, давайте вот сковородку, где жарится картошка, ну или что-то там тушится, накроем по поварски другой сковородкой. Да. Я как дура последняя, значит, крышка, ну вроде... А я физик по образованию, да? Я, значит, думаю, ну какая разница, да? Конденсат, и тут конденсат, и там конденсат. Да, тут купол, здесь она такая плоская. Значит, здесь у меня крышка, тут у меня сковородки. Я сравниваю и думаю, ну наш-то сказал, надо сковородкой накрывать. И только когда вы в какой-то из своих программ сказали, что фишка-то в том, что вот эта вторая сковородка должна быть горячая, я сообразила, что это получается, что картошка эта, она печётся с двух сторон, снизу и сверху. Так вот вопрос мой, к чему? Вот скажите, пожалуйста, вы когда начинали работать, вы могли предположить, что повара вот здесь и сейчас, там в 22-м году, там 21-го века, да? И уже какое-то время это будут абсолютные рок-звёзды. То есть то, что было в 80-м, Мид Джаггер. Да, согласен. Сейчас это Константин Ильев и Хестон Блюменталь, да? Ну, признаться откровенно, конечно же, в то время я об этом не думал, потому что это было очень давно, это было в 20-м веке. Это было в 1989 году, тогда, когда у меня в голове созрело желание пойти кулинарить, и то оно было под давлением того времени, с точки зрения того, что мы ходили учиться туда, где у нас больше друзей. То есть я москвич, коренной, вырос в Бескудниково. Всю жизнь там, соответственно, прожил. А родители кто, Костя? Мама простая русская женщина, женщина, которая всю жизнь отдала воспитанию детей и, соответственно, мужа. Отец мой, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности. И я вырос в семье такого. У меня был старший брат, Михаил. Но, к большому сожалению, в 2000 году он ушёл. Простая русская семья, но не с простым прошлым, потому что по отцовской линии у меня все служили на благо Отечества. А военные? Не прямые, военные. Государственные служащие? Да. КГБ, НКВД, Царское и тому подобное. Все служили на благо Отечества. И я тоже должен был служить. Слушайте, а он кем был отец? То есть он где работал? В каком управлении? В КГБ. В КГБ. Он работал в КГБ. В Советском Союзе? В Советском Союзе, да. Или за границей? Нет. Он работал в Советском Союзе, но в 1981 году отца послали Чехословакию. И мы надолго уехали в соцлагерь. Отец, соответственно, там работал очень-очень много лет. И только в конце 80-х годов мы вернулись обратно в Москву. Простая семья. Мама готовила очень вкусно и много. Почему? Потому что было трое мужиков. Отец очень умел и любил дружить. И брат тоже. И поэтому у нас дом всегда был открыт. И мать всегда готовила тазиками. Как это говорили в советское время. Сами любили есть. У нас даже доходило до семейного идиотизма. Когда мы ходили в гости, мы там ничего не ели, потому что мы так привыкли, как готовит мама, чтобы возвращались домой, и мать накрывала стол. Понятно. И очень часто в нашей семье, я помню, мама всегда сетла, что половина семейного бюджета всегда уходила на еду. Мы безумно. Вот это спасибо маме. Во-первых, разнообразно. А где, откуда она это придумала, Кость? Не знаю. Да, это было очень сложно. Очень сложно. Я вот сейчас, знаете, я слушаю иногда каких-нибудь продвинутых. Я готовлю это блюдо по рецепту моей бабушки, и чья бабушка не могла готовить блюдо, например, с оливками. У нас бабушка моя, 15-го года рождения, 1900. Какие оливки? Не-не-не, у меня бабушка была вообще просто мега. А бабушка была кто? Где она в Москве была? У меня вся родня. Мы москвичи очень коренные и очень давним поколением. У меня очень, особенно по отцу, очень старый род, московский такой вот. Я не застал, значит, дедушку и бабушку со стороны отца, потому что, к сожалению, они ушли в 73-м году. Вот, а я родился в 74-м. А вот бабушку и дедушку по мамой линии я, соответственно, помню. Это были уникальные люди, добрые, хорошие. Особенно люди, которые прошли войну. У меня дед прошел войну. Вот бабушка была в Москве. Она всю жизнь проработала кассиром в булочной. И поэтому я безумно обожаю хлеб. Ел его всегда. И у меня был период, когда мне не нужны были конфеты, печенье. Мне нужен был шматок хлебаса. Хлеба. Да. Это у меня даже в армии было. Я ушел в армию, когда служить в 91-м году, кажется. И я помню, мне мама пишет тебе на присягу, что привезти, конфеты, баранки. Я говорю, нет, привези мне пару буханок хлеба. И оказалось, что очень грамотно. Потому что старослужащие у всех все отобрали и съели. А я хлеб сам свой съел. У меня никто его не взял. Понятно. Вот. Ну, то есть такая вот. А дед работал на колбасном заводе «Микоян». И поэтому у меня всегда был свежий хлеб. И всегда была вкусная колбаса. Колбасы. Обожаю колбасу. Обожаю хлеб. Вот эту всю историю. Прямо советскую вот эту. Мне она нравится. Не ввиду того, что я именно родился там в то время и тому подобное. Потому что я считаю, что в прошлом было очень безумно интересно, качественно и вкусно. Но и самое главное, без прошлого не может быть будущего. И это абсолютная правда. Стас Костюшкин. В «Смешариках» есть персонаж Копаточ. Это такой очень домашний, такой рассудительный, такой настоящий, серьезный медведь. На которого можно положиться, который никогда не бросит, который никогда не откажет. Хотя я бы не сказал, что мы прям большие друзья. Но я могу сказать, что ни разу не было, чтобы я позвонил и Костя сказал, слушай, не до тебя никогда. Он круто готовит домашнюю еду. Он в принципе не может не готовить. Нажарил креветок, и кто-то из гостей говорит, господи, количество сливочного масла, что он бросил, это просто ужас. Я говорю, ну это я попробую. Я никогда в жизни не ел вкуснее креветок. Да и плевать на это сливочное масло, потому что здорово приготовлено. Вы учились хорошо. Что было интересно в детстве? Кроме, я не знаю, мальчишек, двора, каких-то игр. Я не учился хорошо в школе. И поэтому, когда наступил период заканчивать 8 классов, помните, да, в советское время надо было... 8 и 10. 8 и 10, да. Я не мог идти в 10 класс, потому что меня попросили об этом учителя и вообще Всевышний. Не ходить. И сказали, хорэ, хватит в школе заниматься. И поэтому, когда пошла эта история, у меня в районе было три ПТУ. Кулинарное, медицинское и автослесарь. Автослесарь, я всегда вообще даже своих друзей боялся. Они все ходили в вонючих грязных комбинезонах, черные ногти, они керосином пахло. Хоть и велись денюжки в те годы. Медики, боюсь их до сих пор, это вообще какие-то люди с другой планеты. Но при этом я очень часто уже в зрелом возрасте начал говорить о том, что людям дано учить, кормить и лечить. Да, это такая очень важная миссия. И третье, это было кулинар. И батя мне как-то сказал, говорит, Костян, ввиду того, что ты очень любишь пожрать и много, слушай, иди в повара. При любой власти люди будут хотеть есть. Это правда. И если у тебя будет голова на плечах, ты всегда останешься при куске хлеба. И еще, учитывая то, что у меня так сложилось, что большое количество друзей, с кем я дружил, они тоже были в кулинарном. И я пошел в ПТУ номер 19. Когда на второй день мне выдали учебники, я очень долго смеялся, когда открыл главный учебник кулинарии. Потому что все, что там было, я это знал наизусть. И я даже с одним своим другом, товарищем, поспорил на ящик портвейный, что я окончу училище с красным дипломом. И представляете, через два года я двоечник окончил с красным дипломом ПТУ номер 19. Слушайте, Кость, а вы знали все, что там написано, от мамы с бабушкой? Нет, я знал это все от мамы, потому что я хулиганом был. И когда мама поняла, что меня даже в угол бесполезно ставить, я угол разберу. Потому что, ну что было, я стою в углу. Конечно, я начинал там ковырять что-то. И в первую очередь это были обои. И было бесполезно со мной бороться. И мать меня просто посадила на кухню вместе, чтобы я ей просто что-то помогал. Хотя, еще раз повторяюсь, я не хотел быть поваром. От слова вообще. Вот брат у меня готовил феноменально. А я вообще не хотел. Но у меня, видать, наверное, передалось по отцовской линии, я очень внимательный. Внимание к деталям, стремление к идеалу. И все, что просто мама делала, я тупо, ну, я не мог это не запомнить просто-напросто, потому что я постоянно сел на кухне. Да. Поэтому я видел, помогал. А как я уже сказал, что в семье всегда было очень много друзей. Мать готовила тазами. И я всегда все пробовал, смотрел, видел. И это отложилось на подкорку. И поэтому, когда я пришел и открыл учебник кулинарии, долго смеялся. Костя, а вообще чему учат в училище кулинарном? Резать, чистить? Чему учат? При всем уважении к мастерам, скажу откровенно, что в то время, в 1989 году в ПТУ я научился очень хорошо резать, шинковать. Больше по большому счету я ничего не взял, потому что еще был раздолбай. Потому что, ну что, 17-18 лет, какое учение? Ну да, вот наспор я просто-напросто закончил. Да, я ходил, как и все, в стадном варианте, в халатах, с разной фигней, занимался непонятно чем. Но, знаете, я как-то тогда понял, что это все не просто так. Я же видел Европу уже. И я понял, что так или иначе бизнес будет развиваться. Он не мог оставаться в том состоянии, в котором он был, в котором я с ним познакомился. Короче, в 1993 году произошла ресторанная революция в России. Суть ее заключалась в том, что никаких войн не было. Хоть в 1991-1993 был замес мощный политический в стране. А в ресторанном бизнесе оказалось так, что рухнул весь общий ПИД. Общий ПИД. Да, рухнули вот эти женщины в марлевых коронах. Как колбаках таких. Да, больших. То есть они канули в лето, и кооперативное движение начало набирать обороты, и стали открываться совместные предприятия с иностранцами. И первое совместное предприятие открылось, это был отель Аэростар, а вторым было Садко Аркада на 905-м годе, воспетыми потом всеми, рок-н-ролльщиками и тому подобное. И после армии мне удалось туда попасть, работать в ресторан стейкхаус. И я попал вот поваром. И там меня так трясануло. Меня трясануло то, что я увидел совершенно другой мир. А вы там были просто поваром? Я был простым поваром. А кто был шефом? Эльмар Шмидт, как сейчас помню, швейцарист, двухметровый, рыжий, здоровый такой чувак. Слушайте, ему же, этому швейцарцу, наверное, пришлось вас всему учить. Не только вас, а всех. Конечно, да, всех пришлось учить. То есть вы прекрасно там шинковали, да? Ну, вы поймите, что кулинария, да, не только в шинковке, само собой. Само собой, да? То есть нас начали учить не только азам советско-русской кулинарии, а они начали показывать совершенно другой мир. Оказывается, помимо прожарки мяса под названием подошва, есть еще и прожарка блю, ре, мидиум, мидиум ре, мидиум вэл, вэлдан. Оказывается, что помимо рассольника щей и борщей, есть крем-суп, суп-пюре. Оказывается, что помимо красного основного, белого основного, польского и майонеза, существует соус, шампань, белое вино, бернес, голландес. Матерь божья, оказывается. Это целый мир. Это вот я вам и говорю, что меня тогда вообще срубило наглухо. У меня кукушка улетела, потому что я даже не знал, что такое существует. И мне это так понравилось. Мне это безумно понравилось. И я просто-напросто засучил рукава, как бы это смешно не было, не казалось. При всем раздолбайстве я начал как-то погружаться. А вам типа 22 года, 21? Да, что мне 27 год был, да. Так хотелось на дискач какой-то, как раз клубы начали открываться. И вот понеслась. И при всем при этом мы работали. Полночи тусовались, а с утра шли на работу как не было. Но это работа тяжелая, страшная. Безумно. Ты поди, постой на кухне. У меня, знаете, я наперед вам расскажу, если дойдет. То есть у меня сын, 27 год ему сейчас, Матвею. И с 10 лет я его начал приучать к кухне. Я думал, что ему понравится, все хорошо. Он как-то начал увлекаться. В конечном итоге, после 10 классов, он говорит, все, пап, хочу быть поваром. Я говорю, ну супер. Мы определили, что он поет учиться во Францию. Но перед учебой я его отправил своему ученику Илье Захарову. Один из учеников. У меня много учеников, но Илюша, он такой мощный. Он как раз в Сочи. Я говорю, Матвей, съездить, заодно и отдохнешь, и поработаешь, и настроишь. И у меня Матвей, значит, уехал. Илья мне звонит и говорит, шеф, а как с ним общаться? Я говорю, ну как, как я с тобой? Он говорит, можно так? Я говорю, конечно. Он его поставил в смену с 15 дня до 3 утра. У него круглосуточное заведение. И у меня Матвей, когда приехал, через 2,5 месяца, подходит ко мне и говорит, пап, ты меня извини. Я говорю, что случилось? Он говорит, я не буду поваром. Я говорю, почему? Он говорит, я не понимаю, что вы за люди. Вы демоны какие-то. Вы айрон майдан какой-то. Вы хреначите по 14, по 16 часов на кухне. Вы полночи на дэнсинге пляшете, а потом в 7 часов утра идете на работу, как не бывало, накрывать завтрак. Пап, я не такой, я не могу. Я говорю, ну и хорошо. Не можешь, так не можешь. Останься в бизнесе, давай перейдем на экономический факультет. Он говорит, давай. И он сейчас не повар, да? Нет, нет. Он всегда говорит, что делать то, что тебе нравится. Найди себя. Это не обязательно должна быть готовка, кулинария, медийная сфера. Если тебе что-то понравилось, например, там, сварщиком быть, электриком, да будь им. Просто стань лучшим в этом деле. Что я запомнил, он мне говорил всегда, не будь стадом. То есть имей свое собственное мнение. Его воспитывал мой дед, его отец. А человек тех времен, и он тоже был очень строгий и дисциплинированный. Он упрямый, как дед. И я понимаю, что чем старше становится отец, тем он все превращается в деда. Все ближе и ближе. Он был шефом, а шефом быть это очень сложно. И, конечно, в каком-то плане нервная система, она расшатана, да. И можно вот как спичка, хоп. Но на самом деле сейчас он стал более сдержанный и еще мудрее. Кто придумывает еду? Шеф. Ну, смотрите, чтобы было понятно. Есть заведение. Каждое заведение, оно имеет определенную направленность кухни. Европейскую, русскую, грузинскую, кавказскую, паназиатскую. Все зависит от того, где работает шеф. В каком направлении. Знаете, как у нас вообще еще говорят? В 25 лет повар готовит то, что ему говорят. В 30 он готовит то, что надо. После 40 то, что он хочет. А, понятно. Потому что созрел. Повар же уникален еще в том, что повар как красное вино, я очень часто говорю. Белое не лежит долго. Да, да, да. А красное долго лежит. И от возраста только лоуц. Оно становится, обогащается во вкусе и в цене. И поэтому я всегда своим ученикам говорю, что в этой жизни повар может продать себя спокойно. Знания. Мы продаем знания. Либо мы продаем душу. Если ты хочешь остаться человеком, продай знания. Но набирайся опыта. Потому что без опыта, без знаний. А где его набираться? Везде. Сейчас есть интернет, а вообще, на самом деле, вы не представляете, какое количество стран я обколесил и учился. Мне повезло. Мне повезло, что я учился, я выигрывал разные конкурсы. Мне предлагали деньги, я не хотел деньги. Я брал стажировки, я ездил, 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 ездил. То есть, смотрите, вот вы окончили учебное заведение, там, ПТУ, да? Да. Где-то поработали, на вас обратили внимание и говорят, и жаль, как ты поучись. Или как? Нет, не обратили внимания, нет. Было очень много смешных ситуаций, да? То есть, я сам нарывался всегда и сам приходил. Я устраивался на работу два раза в своей жизни. А после обо мне пошла молва. Я был очень жестким, раздолбай, но при этом гипердисциплинированным в профессиональной теме человек. Я понимал, что я работаю в команде. И я вообще человек команды, потому что я вырос на улице. И поверьте мне, у нас в районе всегда говорили, что до семи лет тебя учат родители, а потом тебя учат улица. Поэтому я четко понимаю, что такое друг, что такое товарищ, и что такое попасть в беду, и как из нее выйти. И что такое, если тебе друг звонит и говорит, помоги. Поэтому здесь все то же самое. То есть, я сам вообще приходил, устраивался. И только потом уже пошла молва, все знали, кто я такой. И меня уже начали приглашать. И это стало очень быстро. Я в 27 лет, в 1997 году я стал шеф-поваром. Кстати, в этом году у меня сотрудники почитали. Оказывается, я уже 25 лет шефствую. Дичу себе. В этом году. Спасибо. В 1997 году мне предложили возглавить в то время один из самых модных, мощных и популярных ресторанов «Репортер». Андрей Колодежный, шеф-повар. У него какой-то внутренний такой дар. Во-первых, он к тебе всегда располагает. Во-вторых, он тебя заряжает. И ты начинаешь готовить, как сумасшедший. Конечно, он там мэтр, да, и он там побольше всего знает. Но ему надо иногда доказать все. Но чтобы ему доказать, мне кажется, должно пройти энное количество времени, и он должен в тебя поверить. Потому что сразу он тебе не раскроется никогда. У него есть стержень. Потому что на кухне слабаков не бывает. Приятно, что он тебя всегда помнит. Ну, то есть я говорю про себя. И то, что он говорит, что это мои ученики, которые чего-то добились. Если человек видит, что он уверенный, если он видит в человеке, что какой-то профессионал, да, чего-то достигает, он всегда похвалит. Он тебе и пожурится одно, да, и он может на тебя накричать, наругаться, выгнать тебя с кухни. Но он сам по себе добрый человек и быстро отходчивый. Но больше всего, мне кажется, он не прощает предательство, когда его обманывают. Всегда тебе даст дельный совет. Я когда помню, в Москву только приехал, он говорит, что ты здесь делаешь? Езжай обратно к себе туда, на юг. Поехал? Андрей Колодяжный, да, мой ученик, очень гениальный повар, единственный в нашей стране гастроботаник, человек, который занимается травами, специями. А дома вы готовите? Всегда готовлю. У меня жена вообще не умеет готовить. У меня первая жена не так ярко готовила. Знаете, это у меня научил отец. Как это было бы ни странно, но один раз он меня поймал за тем, что мы с друзьями шли пить пиво, и он меня как подозвал и говорит, слушай, говорит, а вы сейчас что, идете покупать? Я говорю, да. Он говорит, а закусью кто будет заниматься? Я говорю, Федя. Он говорит, а ты Феде доверяешь? Я говорю, а при чем тут? Он говорит, пойми, говорит, Кость, зона комфорта. Это очень тонкая, но очень нужная вещь для человека, особенно для мужика. Если ты хочешь комфортно пить пиво с вкусной закуской. Позаботься о ней. Если ты соображаешь в пиве, купи хорошее пиво. Если ты соображаешь в закуске, купи хорошую закуску. Ты же сам будешь принимать в этом участие. Я безумно люблю отца, и всю жизнь его слышал, слушал и слушаю до сих пор. Я сам пошел и купил закуску. И вообще с тех пор я всегда готовлю дома. Меня вообще никак не напрягает, потому что я же сам буду тоже есть. И мне это намного удобнее, потому что я профессиональный повар. Мне это легче. Жена будет там готовить полгода, а я это все сделаю за 10 минут. А кухню после вас нужно ремонтировать? Вообще никогда. Если вы посмотрите мой YouTube-канал, я там очень часто на это акцентирую внимание. Я не выпендриваюсь, я просто говорю о том, что подсказываю очень большое лайфхаков, чтобы на кухне было чисто. Но и вообще готовить нужно тоже чисто. Знаете, очень многие люди просто спешат. Если вы решили готовить, это то же самое, как пойти в СПА. Отключитесь. Подготовьте себе все. Ножик, досочку, сотейники, продукты. Выложите, пусть будет все у вас перед глазами. Рецепт, например, если вы какой-то хотели. Не надо спешить, не надо бегуди в машине накручивать или мазать, соответственно, губы. Не надо. Мы зачастую бежим куда-то, не понимая, что когда мы бежим, мы себя ущемляем в комфорте. А я, представляете, вырос в комфорте. И спасибо за это моим родителям и мне в том числе. Я обожаю комфорт. И поэтому я никогда никуда не спешу, потому что я либо лучше заранее приеду, либо вообще двигаться не буду никуда. Но если я готовлю, будет есть моя семья. Вы поймите, я это делал не для того, чтобы лишний раз семья меня лобызала в кавычках. Еда – это очень важный момент. Еда – это эмоции. Еда – это настроение. У человека может быть испорчено настроение, он съел что-то вкусное. Он начинает дать. Конечно, абсолютно верно. Почему еда – эмоции? Я считаю, музыка и еда – это на уровне той же физики или химии. Ведь мы же помним еду бабушки, дедушки, школы, детсада, армии, больницы и тому подобное. Это же как круто, когда ты ешь картофельное пюре, и вдруг ты начинаешь погружаться в воспоминания. Не то, что, блин, как у бабушки. Или как в школе подавали с куском селедки. Блин, какая вкуснотища. Знаете, я очень много о своем сыне узнавал тогда, когда мы с ним готовили. Потому что, когда ты готовишь, ты отключаешься от всего. Понимаешь? Ты отключаешься, и все. Он там картошку чистит, и еще что-то. Ну, что там, как дела, нормально, картошку. Ты учишь готовить, и если тебе нужно, если ты правильно чувствуешь людей, как говорится, жизненный психолог, и тебе надо... Слышь, чувак, а что там, как у тебя с девчонками-то? Да нормально, все хорошо, с Лизой познакомился. Он отключается, и он просто уже на волне доступа всеобщего. Он с тобой разговаривает как с родителем, как с другом. Ты и так не поговоришь с другом за чашкой кофе, понимаете? А вот там, когда он весь в действии, и ты в действии, это безумно интересно, с детьми, а со своей женщиной какой-то романтично. Понимаете? Приготовить. Вообще, это чистый секс, если честно. Это правда. Это вообще основополагающее такая в жизни, с моей точки зрения. И не надо даже стесняться моментов тогда, когда еда для тебя становится топливом. Это тоже нормально. Тоже нормально, конечно. Перекусы тоже нормально. Мне просто обидно, как кулинару, что вот за последние 10-15 лет из всех средств массовой информации несется вот это все. Мазик – это плохо. То это плохо. Мазик – это майонез. Да, это плохо. Колбаса – это не настоящая. Это все искусственно. Да, точно. У меня есть жизненный девиз. Всегда он был. Мне кажется, еще со времен программы «Спросите повара», что самая вкусная еда – это жирная еда. А самое главное – не переедать. Вот и все. Понимаете? Самое главное – не переедать. А волков боятся в лес не ходить. Какая разница, а что, где и как? То есть в колбасе есть определенные госты с точки зрения красителей, усилителей. Понятно, что есть недобросовестные производители. И не только колбасы, но и молока, сметаны, всего. И автомобили, и одежды, и писатели, которые плохо пишут, что это есть во всех профессиях. Да и повара есть, которые бестолочь не умеют готовить. Поэтому здесь все-таки надо относиться с душой и пониманием к себе. Если тебе нравится эта колбаса, да пофиг, что тебе говорят соседи или кто-то другие. Знаете, вот тоже люди иногда удивляются, когда я там где-то в социальных сетях или что-то заеду в какой-то фастфуд, куплю и ем, они мне пишут, шеф, ну ты же такой глыбый, ты же такой крутой, как ты можешь есть эту фигню? Чувак, ну зачем сразу оскорблять? Кто фигню ест? Это еда. Понимаете, если ее придумали в таком формате, значит она кому-то нужна. А если она еще и вкусная, да, то почему бы и нет? Каждый день есть, да, то есть фастфуд, да, это сложно. Каждый день никто и не ест. Но если нет, понимаете, есть все-таки стандарты, Роспотребнадзора, да, то есть и тому подобное. Но если ты есть, значит это и есть. Просто люди немножко угловаты. А если бы они были более в этой теме свободны, то они понимали бы, что все в этой жизни не просто так. И еда в том числе. Это чистая правда. Родион Газманов. Мы живем друг от друга не очень далеко, поэтому когда Костя устраивает все такие гастрономические праздники, я там бываю. Он был у меня пару раз в гостях, и я хорошо готовлю мясо, вкусно получается. Мы пригласили человек 30, наверное, друзей. Костя из машины своей вылезает с двумя сумками продуктов, подходит ко мне и говорит, Родик, а ты правда хочешь этой фигней заниматься? Я так посмотрел, подумал, честно говоря, нет. Ну ладно, отойди. И он готовит. Это магия, это волшебство, это какая-то невероятная заинтересованность в том, что ты делаешь. Но, естественно, у него куча своих хитростей, я уверен, с которыми он далеко не со всеми делится. Вот есть уровень плохо, средне, хорошо, очень хорошо, отлично. И есть Константин Ильич. Спасибо, ребята. Костя, а вот скажите мне, правда ли правило такое существует, что кухонная вся там техника и кухонная посуда, то, что в ресторане на кухне, это собственность заведения, а ножи, это собственность шефа? Нет, 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 нет. Вообще, хорошее предприятие, оно должно обеспечить сотрудника полностью. Я вам сейчас скажу так, я никогда не был классическим шефом, у меня никогда не было своего ножа. От слова вообще. Я как-то не понимал этой психоделики, когда вот они там ходят с этими скрутками, рулонами, вот эти 28 тысяч ножей. Зачем, ну ты пришел, не в ноже дело, в голове, я считаю, дело. А порезать нормальный человек может любым ножом, если он тупой, он его поправит. Да, если это новость. Поэтому нет, на самом деле предприятие должно обеспечить. Просто есть масса поваров, которые считают, что вот его нож, это его продолжение руки. Да, вот он должен иметь свой нож. Ну, пожалуйста, он имеет на это право, а мы только на этом сэкономим, вот и все. Какой вы папа, Константин? Во-первых, у вас же дочка родилась недавно, да, мы всей программой вас поздравляем, все сотрудники, и ликуем вместе с вами. Вот все говорят, что вы там жесткий человек в работе, требовательный, да и вы и сами это говорите. А с детьми вы какой? Знаете, мы все хамелеоны, мне так кажется, да, хотя за всех не будут говорить, я хамелеон, я дома вообще просто лапушка. На работе я просто жесткий, профессиональный, справедливый перфекционист, потому что по-другому не может быть. А дома я просто человек, я безумно обожаю своих детей и вообще просто детей, я безумно обожаю дом. Знаете, я люблю баловать своих детей, так же, как баловали меня родители. Наверное, это наша семейная история. Я помню, в те времена, у меня всегда отец подходил ко мне и говорит, что тебе купить, джинсы или машинки? Я говорю, ну там, давай машинку. И он мне всегда покупал машинку и джинсы, к примеру, да. Вот, и поэтому, ну если есть достаток, мы же деньги зарабатываем не для того, чтобы они мертвым грузом лежали, да. Да, конечно, чтобы близким удовольствие доставить, абсолютно. Абсолютно, да. И этим самым мы, конечно, иногда пилим сук, на котором сидим, потому что мы балуем. Ну, а что делать? А что делать, да, абсолютно. Ради этого мы и живем, да, то есть и Боженька нам дает такую возможность рожать, ну, я имею в виду, чтобы появлялись дети. Каким должен быть семейный стол, накрытый, вот в вашей системе координат? Вот что на нем будет? Если хотите, я могу рассказать, чем я сегодня завтракал. Да, давайте. Ну, вот сегодня завтрак, я с большим удовольствием приготовил. Значит, у нас в семье так, что я готовлю, а моя жена накрывает и убирает. Вот, ввиду того, что она не готовит. А слово вообще. Она один раз приготовила мне омлет, я его вместе с тарелкой выкинул. Просто она омлет приготовила вместе с курлупой. И я сказал, Лер, ну, не из-за того, что она там, блондин или кто-то. Я говорю, Лер, давай так. Каждый будет заниматься своим делом. Вот у меня лучше все получается готовить, и мне кайфово, я люблю готовить. Я давай буду готовить. Я не очень люблю убираться. Я говорю, ну, давай ты будешь убираться. Она говорит, а я люблю. Ну, вот и все, мы договорились, вообще кайф. Вот я приготовил сегодня омлет сыром. Плюс мы очень любим замазки. Это вот разные паштетики, мазюкалки, туда-сюда. Хумусы. Хумусы, да, то есть у нас сегодня был хумус. Хумус был с кедровым орехом. У нас сегодня был тунец по моему фирменному стилю. Рулетики из ветчины были с сырной начинкой. Для нее слабосоленый лосось в том числе был. А, и творожный сыр. То есть вот в общей сложности где-то около девяти, наверное, разных вкусов было. А, и свежие овощи, само собой. Вот, около девяти разных вкусов, каких-то вот маленьких штучек, фигучек вот таких вот были. Вот и все. Поклевали и разбежались. А на праздник что обязательно бывает? Ой, я часто готовлю... Или таких нет стандартов? Есть, конечно. Нет, есть стандарты, то, что мы просто любим, да. То есть я безумный, и все у меня любят баклажан-биштак. Это такой баклажан с домашним сыром брынза, с томатами, с луком, со специями. Долго запекаются баклажаны, потом все это там рубится, перерубится, закладывается туда-сюда. Обязательно креветки. Мы очень любим креветки в чесночном масле. Жареные? Да, жареные на гриле. Я делаю оливковое масло, мелкорубленная петрушка, чеснок, и обязательно надо еще посолить. И потом, когда надо определенным способом креветку разрезать, для того, чтобы ты ее прям поджарил чуть-чуть, а потом залил этим маслом, и обязательно хлебасик, хлебасик подсушить. Потому что вот эти соки потом уходят, и все ждут, когда все разберут, наоборот, креветки, и вот из этого тазика, да, то есть все начнут хлебасик, он все это... Слушайте, как это гениально, вы гениально рассказываете. А вы знаете, я что хочу сказать, что пусть там ножи сто раз не собственность шефа, но мне кажется, что шеф Ивлев, он такая собственность всего российского народа, потому что не только вашей жены и ваших детей, потому что одно удовольствие с вами вместе не только есть... Спасибо. То есть я с вами вместе ем, не вы со мной, я с вами. А потому что я смотрю, как вы готовите, и делаю так же, но и разговариваете. Спасибо вам за это большое, пусть все будут здоровы, ваша семья. Спасибо. Спасибо. Константин Ивлев не просто знаменитый и успешный шеф-повар, он талантливый художник, потому что создание вкуса – это настоящее искусство. Субтитры создавал DimaTorzok